здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад сегодня посылочка распаковка от агро фирмы виола вот и до меня добрались череночки которые я заказывала осенью первую посылку я получала осенью черенки все живы замечательно развиваются и вот вторая посылочка сейчас буду доставать оттуда и аккуратненько вам расскажу что я тут заказала и посмотрим на качество материала потому что ну сейчас многие получают посылки идут таки неоднозначные отзывы ну вот и я посмотрю я конечно вчера распаковала здесь вот какая-то уже тут мушка летает вот все было завернуто в сырую газету и здесь сверху я сняла и сделала обработку фитовермом вчера сразу же вот аккуратно туда все побрызгала и оставила открытой крышку чтобы не дай бог не занести какого-нибудь клеща это самое такое для меня например страшное ну и буду сейчас постепенно доставать рассказывать что и как и посмотрим на качество сегодня видео не со мной в кадре дорогие друзья приболела и лучше конечно меня сегодня смотреть с моим носом но и голос конечно у меня такой как у бабы-яги но это ничего растение не ждут приходится все равно смотреть и пересаживать и все делать ну что вот в таких блистерах приходит основная масса череночков не были еще череночки отдельно от георгинчики здесь они были отдельно ну сейчас все посмотрим и главное не перепутать номера что я тут заказала я переговорила с менеджером после последнего стрима когда очень много было вопросов и обсуждений что там случилось действительно форс-мажор был очень серьезный то есть первые фуры которые пошли за черенками в голландию еще в феврале месяце простояли очень долго на голландской границе и при этом был сильный мороз товара пострадала ну как мне сказали просто на выброс куча представляете но тоже нужно войти в положение не только себя но и других людей я когда заказываю почему разговор сейчас смотрю очень многие блогеры ну все просто хают кричат и люди и все мне когда заказываю что-то в интернет магазинах а пользуюсь больше 30 лет различными заказами по почте я всегда знаю что но не все будет благополучной часть товара хочешь ты или не хочешь какой-то процент урона ну понесешь вот поэтому я к этому например очень готовы понимаю что все невозможно бы но не будет все всегда хорошо потом вторые фуры поехали в марте простояли на границе у нас в россии в марте было минус 20 что ли 7 и поэтому попали опять под сильнейший мороз и больше половины опять вымерзла сейчас они делали ревизию долго кого-то реанимировали специальными препаратами ну то есть вы понимаете сейчас осматриваю смотрю вот тут что-то такое беленькая еще белоких рылки боюсь потому что у нас пока с ней все хорошо но какие-то беленькие штучки но я еще сделаю одну обработку может быть чисто цветом пройдусь так что дорогие друзья форс мажор серьезный конечно мы переживаем нам-то типа что до их форс мажоров деньги взяли ну тогда давайте материал но я спокойно отношусь мне очень много черенков не поступит я успокоилась говорю но не поступит значит не поступит есть у меня тут своих много так что переживу что называется так давайте посмотрим это георгин чеки георгин чеки очень разные вот эти георгины xxl я так понимаю надо еще почитать просто они большие но я их купила ну небольшие они компактные но чуть повыше чем есть другие я их купила для того чтобы посадить в кашпо и один георгин дает очень большую массу такую ну что я вижу вот еще маленько их подращу я сниму с них черенки прекрасно укореняются георгины черенками но если кто боится значит все равно нужно прищепнуть макушку чуть-чуть подрастить и прищепнуть чтобы он кустился хотя здесь вот уже идут и снизу такие пасынки но все равно мне надо добиться большого пышного куста поэтому я череночек поставлю ну где-нибудь посмотрю как они тут будут развиваться что-то не нравится вот эти беленькие какие-то штучки как будто бы вот смотрите вот такое вот это вот это дело мне не нравится хотя это не живое но что-то так вот опасение у меня значит еще обработку это другой сорт то есть будут желтые и ярко то как такие красно рыжие вот тоже ведь какие хорошие живые великолепные корневая сейчас буду все пересаживать корневая чё говорить я и у других блогеров видел распаковку девчонки переживают но корневая это хорошая посмотрите какая как они долго здесь бедолаги уже какое кольцо заплетено при пересадке нужно немножечко вот так все ну разрыть для того чтобы корешки быстрее начали осваивать новый грунт великолепная корневая давайте дальше вот такой колиус честно говоря у меня есть я заказала другие колиусы ну может быть за место положили я не знаю потому что колиуса было по моему 5 сортов но наверное колиусы конечно пострадали при таких морозах пусть будет еще один и вот такой колиус вот такой вот бордовой листики такие будут узкие рассеченные вот он хоть и маленький давайте посмотрим вот смотрите корешки отличные живы белые корни это всегда хорошо теперь тут блистер посмотрим вот так все раскрывается вот на две стороны ну вот смотрите сами какие корни в таблетках еще раз говорю что таблетки я разрываю вот эту оболочку я не оставляю если многие многие корни здесь надорвутся ничего страшного растения после такого стресса пустит новые веселые молодые корешки у меня конечно много питуней заказано в мою коллекцию питуней ну вот чему я рада здесь будет два алисума один вот такой сиреневатый а второй будет такой более фиолетовый насыщенный ну и с моими белыми алисумами думаю будут они хорошую компанию составлять здесь они без таблетки заказала еще две новых пеларгонии очень красивая одна такая розочками вторая глазастая крупные вот такие пеларгонии даже три у меня их тут тоже георгинчики но вот эти георгинчики они уже не xxl а другой сорт поэтому они уже должны быть поменьше тоже посмотрю это же или прищипну или сниму череночек то тут даже три у меня георгина не 4 георгинчик а вот они ведь тоже 22 вот с такими листьями кучерястыми и с такими два и два вот хочу все-таки эти георгины очень хочу теперь вот какое-то такое растение новая из ползучек сейчас посмотрим как называется у меня все переписано а это диасция это диасция вот это маленькая конечно думаю что вырастет с диасцией тоже или черенок взять или сделать прищипку я сделаю прищипку ну для того чтобы она конечно же начала мне тут куститься диасция в том году не было в позапрошлом была красными цветками растет немножко с какой-то стороны напоминает немезию ну как то так если грубо говорить вот что меня здесь вот удивило вот это растение я удивляюсь сама себе но это седум но он должен быть бордовый может быть потом будет бордовый седум и у меня есть видно заказала потому что на рисунке он ярко-красный здесь видите пока не видно что он ярко-красный 2 мяты в мою коллекцию мят заказала мята апельсиновая и мята так знаете какая интересная так одна апельсиновая а вторая клубничная сейчас у меня носа не работает опять поэтому только начала чувствовать запахи после коронавируса и опять у меня с носом проблема простыла вот поэтому не понимаю какой запах ну во всяком случае вот тоже тут видите что такое белое вот это вот белое мне как-то очень не нравится что это такое белое непонятно вроде не живое ну вот буду бояться теперь вот такие мяты не слышу запаха вот такая называется чабер дугласа но маленько даже нос пробивает очень сильный запах это и можно в пряный садик свой посадить в аптекарский огородик в общем и лекарственное интересное такое растение это я все показала что такое более интересное ну а дальше пошли дальше пошли петунии уберем вот сейчас сколько работы предстоит это все нужно аккуратненько пересадить петунию давайте посмотрим я конечно разную заказала рада очень что будет фанфара желтая кстати и очень давно и не было посмотрю как питуньки что питуньки питуньки я бы не сказала что они супер хорошие знаете что мне не нравится мне даже как сказать все равно что тут листики желтые это уже другой вопрос мне нравится что она вот такая малюхонная малюсенькая еще не полностью развитая она уже на бутонах то есть это обработка специальными препаратами чтобы рассада не вытягивалась что была такая вот маленькая коренастенькая вот это мне не нравится после этих стимуляторов вот видите она уже вся на бутонах тут все бутоны не побеги а бутоны идут вот и она может потом даже ну очень плохо развиваться вот такая питунька и она видите как-то в других может быть она уже у них подрощены вот мне нравится куда больше я могу ее вот здесь вот прищипнуть не могу должна здесь и здесь сниму макушки с нее вот так и она уже видно что из пазух пошла вот это уже более живое растение рядом с ним ведь какая тоже просто боюсь номера перепутать ну естественно я вот эту макушку сейчас сниму вот эти вот более живые они идут в рост вот эти все листочки желтые можно снять вот а вот эти малюсики которые я вам показала до этого это конечно или вот такая вот что вот смотрите у нее пошли побеги уже все с бутонами ну то есть все это обработано вот она другие давайте посмотрим тоже вот такие маленькие цветущие здесь еще какие-то листики прям больно че все снимаем все все что больное нехорошее ну все снимаем это все не нужно но видно что были еще и затенены корневая хорошая поэтому это все пойдет все это надо будет обрывать дать хорошее питание то шкорны то хорошие чтобы уже нарастала хотя бы масса масса вперед шла так и что-то у меня еще здесь такое 2502 все по номерам конечно все легко можно найти вот я удивляюсь сама себе что это я заказала виолу написано виолом у меня кажется ребят дорогие это никак не виола мне кажется что это батат правда написано виола не знаю удивляюсь удивляюсь названию еще вот заказала такое растение брахикома я буду сеять и однолетнюю брахикому а вот это видите вегетативная может быть сохраним на следующий год это такие маленькие желтые ромашечки но не желтые вернее ромашечки в сиреневый фиолетовые там нежных цветов более ярких цветов очень интересное растение создает тоже целый большой куст и цветет все лето вот еще многолетнюю мне ну вернее вегетативной не было а вот однолетнюю бывает годы я конечно же ну выращиваю и вот такая достаточно хорошая немезийка посмотрите вот она уже пошла отсюда здесь сниму черенок с нее посмотрите потому что одна палочка мне такая не нужна для того чтобы из пазух пошли новые черенки не забывайте что все нужно обрезать и прищипывать ну и было 4 или 5 гейхер заказывали вот только одна гейхерка положено ну может быть подмерзли такая тоже достаточно ничего потому что гейхеры вообще на других сайтах продаются ну за очень большие деньги я не знаю почему но ценник на гейхеры просто катастрофически большой как я считаю ну 400 500 рублей для этого растения не знаю почему уж его так сильно ценят по сравнению с другими многолетниками мне вообще давно это непонятно здесь были гейхеры про очень приемлемой цене поэтому я заказала и все но пришла только одна вот такая вот симпатичная кстати говоря гейхера вот может у них там еще будут потом не знаю пока гейхера паприка называется такая вот паприка рыженька вот и все дорогие друзья то есть достаточно приличные деньги осмотреть не на что как я говорю ну не то что не на что но вот работы то сейчас много что я буду делать как я вам уже и сказала оболочку буду снимать разрывать какие то корешки видите оторвутся какие то вытянутся аккуратненько но ее нужно снять однозначно вот какие уже тут корни вон какие уже прямо мощные корни многие говорят зачем ведь корни же проросли вот они проросли но уже по своему опыту знаю четко они прорастут на какой-то стадии но потом развитие вот эта оболочка очень сильно мешает вот честно вам говорю тормозит но я не знаю я про свой опыт рассказывать у кого-то по-другому и кто-то это не делает но дорогие друзья значит у вас все хорошо у меня с этой оболочкой пока дружить не получается да и не буду я дружить вот такая у меня распаковочка агро сайт виола давайте в общем то отнесемся к тому что все таки это почта ну у меня пришло с деком неважно я имею пересыл ничего не сломалось пересыл нормальный то что растение вот такие конечно мне тоже не нравится я их такие вот я вам показывал прищипку ну и такие тут же будет обрезка то есть прищипка когда только верхушечку сниму а прищипка когда капитально отрезала видите капитально отрезала корни большие при хорошем питании то есть хорошем грунте питательном эти корни сейчас моментально начнут качать вкусноту я думаю что все хорошо ну естественно в обзорах все буду показывать как чувствуют эти черенки вот такие верхушки кто их хочет укоренить что вам хочу сказать ну плохое это дело верхушка толстая верхушка грубая она вся на бутонах вот смотрите даже если я оторву то вот толку с такого черенка ну в общем то мало честно вам скажу вот такие вот черенки лучше не ставить во всяком случае я бы кину вот такая распаковка дорогие друзья ждали мы ждали дождались все равно радостно мне но вот только это белый беленькая какая-то крупка меня конечно очень смущает не знаю что это такое с белокрылка не знакомо не знаю но мне кажется что белокрылка но это уже летает что-то а здесь может это это может какие-то не знаю остатки там агроперлита не могу даже понять что это такое вот смотрите что это такое не могу понять если кто знает напишите что это такое такое мелкое на листиках есть дорогие друзья буду ждать ваших комментариев спасибо всем за внимание а я начинаю работать и всего вам самого доброго самое главное не берите с меня пример не болейте будьте здоровы